Служение Дерека Принца Провозглашая вдохновенное Божие Слово До краев земли, достигая недостигнутых и обучая необученных. Дерек Принц пользуется широким международным авторитетом ведущего толкователя Библии современности. Вместе со своей женой Руфью он путешествует по всему миру, делясь откровением Божьего Слова, молясь за больных и делясь пророческим взглядом на мировые события в свете священных писаний. Радиопрограммы Дерека охватывают половину земного шара в переводе на русский, испанский и китайский языки. Дерек является автором более 30 книг, переведенных на более 40 разных языков. В рамках программы всемирной евангелизации книги и кассеты Дерека Принца бесплатно рассылаются христианским лидерам стран Третьего мира, в коммунистические страны и страны Дальнего Востока. Служение Дерека Принца представляет. Мы начинаем первое занятие по теме, которая называется «Кто я?». Название этого урока, отражаясь в Божьем зеркале, сразу же определяет, где мы будем искать ответ на этот вопрос. Цель, которую я ставлю перед собой на этом занятии, это преподнести вам зеркало, в котором вы смогли бы увидеть свое отражение. Но в этом зеркале вы не увидите свое физическое тело, вы увидите то, что не сможет вам показать ни одно другое зеркало. Вы увидите то, что собой представляет ваш внутренний человек. Перед тем, как мы приступим к изучению темы, будет полезно, если я немного расскажу вам о себе. До того, как я впервые встретился с Господом Иисусом Христом, а это произошло в полночь в казарме британской армии в конце июля 1941 года, и с того самого дня я всегда верил в два факта. Во-первых, в то, что Иисус жив, и во-вторых, в то, что Библия — это книга истины. Эти два факта открылись передо мной в одну ночь. Но я хочу рассказать вам предысторию этого события. Перед тем, как это произошло, я был профессиональным философом. Сегодня нечасто можно встретиться с философами, что, в общем-то, неплохо. Под выражением «профессиональный философ» я подразумеваю то, что я зарабатывал на этом. Даже, скорее, не зарабатывал, а искал средства на выживание. Я руководил британским кембриджским обществом философов. Мы не будем вдаваться во все подробности британских университетов. Я стал философом, потому что я искал ответ. Я был одним из тех людей, которые родились на этот свет с вопросом внутри себя. И мой вопрос был таким. Зачем я живу на этой земле? Что нужно делать и что не нужно делать? Я посещал номинальную англиканскую церковь, но там я не находил ответа на свои вопросы. И поэтому в возрасте 18 лет я решил искать ответы философии. Философия означает «любовь к» или «поиск мудрости». С моим складом ума я чувствовал себя в своей стихии, в абстрактных теориях, но я не любил заниматься практическими и конкретными вещами. Все, что я знал тогда о машинах, — это то, что они либо ездят, либо не ездят. Поэтому я всегда старался держать под боком человека, который разбирался бы в машинах. Но когда дело касалось чего-то абстрактного, сферы логики, то было очевидно, что это мое естественное дарование. Семь лет я изучал философию в Кембридже, и в общем, я думаю, что у меня неплохо получалось. Я возглавлял восхваляемую всеми исследовательскую студенческую группу в университете. Я стал одними из самых молодых членов Королевского академического общества. Но затем началась война, и все изменилось. И только позже я понял, что эти перемены были к лучшему. Но в философии я не нашел ответа на свои вопросы. Я изучал греческую философию, и то, что тогда называлось, и, наверное, и сейчас называется, современной философией, и европейскую философию. Когда меня призвали в армию, передо мной стала дилемма, какие книги взять с собой. Видите ли, в армию вы не можете взять с собой всю свою домашнюю библиотеку, потому что книги очень тяжелые, и их нужно таскать самому. Тогда ко мне пришла мысль, что, по крайней мере, одну книгу точно можно отнести к философской книге, тем более, что ее читают по всему миру, и она общепризнана самой влиятельной книгой в мире. Мне было очень мало знакомо содержание этой книги. Я имел в виду Библию. Мне казалось, что изучение Библии является моим долгом, как философа. Я купил новую, красивую, черную Библию. Тогда я даже подумать не мог, что Библии бывают разных цветов. Я взял ее с собой в армию и начал читать. Как оказалось, Библия была первой книгой, которая оказалась мне не по зубам. Я не знал, с чего начать ее, за что ухватиться и к какому жанру ее отнести. Она показалась мне очень скучной. Но я решил начать с самого начала и прочать ее до самого конца. После девяти месяцев упорных боев с этой книгой я встретился с ее автором. И на следующий день я понял ее полностью. Перемена произошла не постепенно, а мгновенно. И с 1941 года и по сей день я изучаю Библию. И сегодня она кажется мне более богатой, более захватывающей и более просвещающей, чем тогда, когда я только начал ее читать. С тех пор она никогда не казалась мне скучной. И чем больше я ее читал, тем больше понимал, что в ней еще так много непознанного. Теперь я хочу сказать кое-что в отношении христианства. В 1944 году, когда я все еще служил в Британской армии в Палестине, Бог очень ясно вслух проговорил ко мне и призвал меня быть учителем Писаний. Это призвание было таким ясным и понятным, как ничто другое в моей жизни. С тех пор я делал все, чтобы исполнить то, к чему меня призвал Бог. За последние 20 лет я очень много путешествовал, служа христианам с самых разных стран, разных динаминаций и культур. С начала 60-х я влился в так называемое харизматическое движение, но крещение в Святом Духе я получил гораздо раньше. Тогда я был таким невежественным язычником, что получил крещение в Святом Духе в той же казарме, в которой я получил спасение. И мое невежество простиралось настолько далеко, что тогда же я получил и дар истолкования языков. Я не знал, что нужно ждать минимум полгода для того, чтобы получить духовный дар. Каждый раз, когда я говорил на языках, Бог давал мне истолкование. Но не будем на этом останавливаться. Сегодня с телом Христовым меня соединяют очень тесные связи. Я люблю Божий народ. Я благодарен Богу за то, что Он делает по всей земле. Но как библейского учителя меня беспокоит одна вещь. Складывается такое впечатление, что большинство Божьего народа не имеет прочного, крепкого основания в познании Библии. Именно поэтому я составил серию книг, которую Руфь показывала нам в начале, которая называется «Основы учения Христова». Моей целью было в ясной и доступной форме изложить основные доктрины христианской веры. Я повсюду встречаю людей, которые ездят на конференции, семинары, школы, курсы, получают много разной информации, но не знают, как связать одно с другим. И Бог показал мне образно картину человека, который купил стройматериалы для постройки дома. Он старается ничего не забыть, но забывает самое главное. Он забывает заложить фундамент. А если он все-таки строит фундамент, то забывает выстроить несущую стену. Поэтому он не знает, куда приткнуть все свои стройматериалы. И потом он едет на другую конференцию, возвращается и говорит своим друзьям, «Посмотрите, какую я себе купил ванну-джакузи. Здорово? Отличная ванна. Но к чему она тебе, если ты даже не правил водопровод? Будет валяться без дела». Или он возвращается и говорит, «Смотри, какую я себе купил дубовую входную дверь». Но зачем тебе дверь, если ты даже не выстроил стену, в которую монтируется дверь? Поэтому во всем, что я делаю, и везде, куда я иду, я стараюсь очень просто и практично закладывать основания, на котором люди смогут выстраивать знания, которые они уже получили, или получат потом. то же самое я могу сказать и в отношении того, о чем я собираюсь говорить сейчас. Природа человека — это очень обширная тема. Она включает в себя и психологию, и физиологию, и разные другие логии. Я некомпетентен учить не об одном из этих предметов. Но я хотел бы выстроить для вас каркас, в который вы сможете вставить какие-то конкретные истины, которые вы получите. Если вы консультант, вы изучаете психологию и какие-то другие схожие предметы, знайте, что очень опасно выхватывать и изолировать этот предмет из полной картины библейского откровения. Очень легко можно заблудиться, стать однобоким и беспомощным в служении людям. Потому что, в конце концов, то, в чем люди нуждаются, это истиня Божьего Слова. Ничто другое не срабатывает. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже поняли, в каком направлении мы будем двигаться. Для того, чтобы вас не смущало слово «зеркало», давайте вначале вместе откроем послание Иакова, первую главу этого послания, и прочтем с 22 стиха и ниже. Иаков говорит о том, что Божье Слово может сделать для верующего, сравнивая его с зеркалом. Оно подобно зеркалу, но мы должны уметь пользоваться зеркалом. Если мы смотрим в него, видим, что у нас грязное лицо, запачканная одежда, растрепанные волосы, и мы отходим от него и тут же забываем обо всем, что мы в нем видели. Иаков говорит, что когда мы смотрим в Божье зеркало, хотя мы и не видим отражение своего физического тела, мы видим то, что мы не смогли бы видеть никак по-другому. Мы видим своего внутреннего человека. И когда мы смотрим на его недостатки, Иаков говорит, нам нужно их исправлять, нам нужно расчесать волосы, умыть лицо, если оно запачкалось, постирать одежду, зашить дырки, не оставлять все, как оно есть. И я хочу сказать всем, что это не просто интересные теории, это то, что может изменить вашу жизнь, если вы примете это и будете делать шаги веры. если ваша жизнь не изменится, я буду считать, что я не достиг своей цели. Итак, давайте вместе прочитаем эти слова. Иаков, 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Мы не будем касаться всех деталей, но вы понимаете, что Библия — это зеркало. И в этом зеркале вы можете увидеть не свое тело, а своего внутреннего человека, свое внутреннее состояние. Изучая философию, я пришел к выводу, что есть три вещи, которые могут открыться человеку только благодаря Божественному Откровению. Во-первых, это происхождение Вселенной, во-вторых, происхождение человека и, в-третьих, природу человека. На эти вопросы может ответить только Бог. Для гуманистов, которые верят в то, что человечество само может решить свои проблемы, это очень неприятная мысль, и они ей изо всех сил противятся, но это их проблемы, а не мои. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поднести к вам Божье зеркало, чтобы вы смогли взглянуть в него. Давайте теперь вместе прочитаем стих, который является ключом к пониманию всей этой темы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. В этом стихе апостол Павел молится о христианах, о теле Христовом, о церкви в Фессалониках. Но, в общем, это относится и ко всем нам. Давайте прочитаем эту молитву. Первое Фессалоникийцам, 5, 23. «Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности досохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Как я уже говорил вам раньше, очень полезно использовать некоторые стихи Библии в качестве провозглашений или молитвы. Мы с Руфью делаем и делали это уже сотни раз. Мы изменяем форму местоимений так, чтобы сделать провозглашение личным. Бог же мира досветит нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело во всей целостности досохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Вы замечательные студенты, и я уверен, что мы все вместе сейчас сможем без репетиции провозгласить этот стих в виде молитвы. И эта молитва работает. Давайте будем молиться с ожиданием, что в эти дни Бог ответит на нашу молитву. Слово «осветить» значит «сделать святым». Поэтому мы будем просить Бога сделать нас святыми. Святость — это то, в чем Церковь отчаянно нуждается. Это очень уместная молитва. Вначале повторяйте за мной, и во второй раз мы скажем все вместе. Итак, предложение за предложением. Готовы? «Бог же мира да осветит нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Давайте скажем «Аминь». Давайте скажем «Аминь». А теперь все вместе. «Бог же мира да осветит нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Я хочу поделиться с вами моим личным опытом. Довольно долго я размышлял над тем, что же все-таки на самом деле означает, что все мое тело должно сохраниться без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. И я надеюсь, что у меня получится дать вам несколько простых ответов, хотя полного ответа на этот вопрос нет у меня самого. И именно поэтому мне нравится Библия. В ней всегда можно найти что-то новое. Давайте откроем евреям 4 главу 12 стих. Здесь мы можем найти еще одну иллюстрацию того, что такое Слово Божие. Автор этого послания сравнивает Слово Божие с хирургическим инструментом, с помощью которого можно добраться туда, куда не в состоянии добраться ни один врач. И с Его помощью можно кое-что разделить. Итак, Евреям 4 глава 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча или любого скальпеля, оно проникает до разделения души и духа и составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Хочу обратить ваше внимание на то, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. И в оригинале говорится «даже», даже до разделения души и духа, как бы говоря о том, что их разделить очень трудно. Мы возвращаемся теперь к первому Фессалоникийцам 5.23, где говорится, что полный человек... Павел говорит, что мы должны быть освящены во всей полноте. Итак, полный человек состоит из трех частей. Из духа, души и тела. Большинство людей, за исключение, пожалуй, философов, без проблем согласятся, что у них есть тело. Я помню, как в Кембридже мы провели целый семестр, обсуждая, есть ли у нас на самом деле тело. Но давайте обойдем эту тему стороной, потому что это одна из тех тем, где все ступени ведут вниз и не одна наверх. Слава Богу, что Он вытащил меня из этой ямы, но это исключение. Но мы все согласны с тем, что у нас есть тело, и я уверен, что все христиане верят в то, что у человека есть душа, но многие, многие христиане не знают о том, что дух и душа — это не одно и то же. Однажды мне довелось учить в библейском колледже в Западной Канаде, и название всех предметов в этом колледже заканчивалось на логия. Изучение церкви называлось экклезиологией, изучение спасения сотриологией, изучение Святого Духа пневмологией, и меня пригласили преподавать теологию. Я должен был преподавать из учебника. Колледж был пятидесятническим, а учебник был составлен не пятидесятником. И в этом учебнике говорилось только о душе и теле, и не было никаких намеков на то, что дух и душа — это не одно и то же. У меня было масса проблем с этим учебником. Если мы воспринимаем дух и душу как одно и то же, мы упускаем из вида очень важные отличия. Стих, который мы прочитали из послания к евреям, утверждает, что только Слово Божие может разделить дух и душу. Никак по-другому мы это сделать не сможем. Те из вас, кто соприкасался с психологией, согласятся, что большинство современных мирских психологов не имеют понимания о человеческом духе, как о чем-то отличном от души. И я убежден, что по-настоящему понять этот вопрос смогут только те, кто будет искать ответ в Библии, кто будет смотреть в зеркало, в котором отражается истина. И теперь давайте вернемся к вопросу о происхождении человека и постараемся увидеть его таким, каким Бог сотворил его. Я верю, что Бог сотворил человека. У меня с этим нет никаких проблем. Библия дала мне то, что не смогла дать мне философия. Библия открыла мне самого себя. С тех пор, как я начал изучать Библию, я все больше и больше убеждаюсь, что она касается меня лично. Она помогла мне понять самого себя, чего не смогла сделать философия. Мы прочитаем о том, как Бог творил человека. Библия настолько уникальна, что это выдающееся событие записано в одном сжатом стихе. Когда я изучал труды философа Канта, то некоторые предложения у него занимали по несколько страниц. Представляете, какое облегчение для меня было чтение Библии? Итак, Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдохнул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою». Мне нравится русский перевод этого стиха, в котором говорится «душою живою». Человек стал душою живою. Среди нас есть еврейка, которая в совершенстве владеет ивритом. И я заранее хочу принести ей мои извинения за мое произношение иврита, но я постараюсь нам, насколько это только возможно, точнее передать вам смысл слов, использованных в оригинале в этом месте на иврите. Слово «создал» в русском переводе соответствует еврейскому глаголу, от которого происходит слово «гончар» и означает «вылепить из глины». И хотя Библия говорит, что Бог вылепил человека из праха, в предыдущих стихах говорится, что пар орошал лицо земли, поэтому Господь лепил из увлажненной земли, из вязкой глины. И дальше говорится, что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и человек стал душою живою. Я очень живо представляю себе эту величественную сцену. По своей наивности, я верю, что все произошло именно так, как это написано. Если у вас с этим проблемы, по крайней мере, отнеситесь ко мне с пониманием. Я верю, что Господь, Бог открыл себя в человеческой истории, в личности Иисуса Христа. Иоанн начинает свое Евангелие со слов, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Бог Отец сотворил все через Иисуса. И любопытно, что каждый раз, когда Бог имеет дело с человечеством, Ему приходится наклоняться. И вот, как я себе представляю сцену сотворения человека. Бог, великая, славная личность, наклоняется, опускает свои божественные руки в глину и ваяет из нее человеческое тело. Шедевр скульптуры, которого не видал мир. Намного прекраснее, величественнее любого произведения Микеланджело. Но это был всего лишь безжизненный кусок глины. И затем Бог наклоняется еще ниже. Его божественные губы соприкасаются с глиняными губами. Его нос соприкасается с носом человека. И Бог вдыхает в человека дыхание жизни. Я нарочно сделал ударение на слове «вдохнул», потому что на иврите это очень веское слово. Оно произносится как «вайпах». Я не умею писать на иврите, поэтому я напишу это слово английскими буквами. «Вайпах». Если вы не знакомы с языками семитской группы, вам будет трудно произнести последний звук в этом слове. Звук «х». Давайте попробуем сказать это все вместе. «Вайпах». Задумайтесь над значением этого слова. В иврите произношение многих слов говорит само за себя. Например, слово «позвонить в дверь» звучит «тилцел». Слово «гром» звучит «рахам». Землетрясение — «рахаш». Вы буквально чувствуете колебание земли при произносении этого слова. И это очень хороший пример. Я хочу еще кое-что написать. Интересно, что звук «позвонить в глухом звуке» относится к глухим звукам. Если вы знакомы с фонетикой, то знаете, что при произнесении глухих звуков в ротовой полости происходят крошечные разрывы. Вряд ли у меня получится сделать то, что я хочу, потому что здесь мало воздуха. Но послушайте, как я произношу слово «пепел». Если у меня получится, вы заметите, что каждая из букв «п» вызывает неценоподобие взрыва. «Пепел». Заметили? Здесь слышится двойной взрыв, так как у нас две буквы «п». Итак, при произносении слова «вайпах» происходит взрыв, и затем длинный звук «х» на выдохе. Мне кажется, что Бог вложил всего самого себя в этот вдох. Это не был просто утомленный вздох. Всей своей силой Он выдохнул себя. И произошло нечто потрясающее. То, что раньше было глиняной скульптурой, стало живой душой. С мозгом, с сердцем, с легкими. Все органы начали функционировать. Сможете ли вы объяснить, как это произошло? Врачи говорят, что человеческий глаз состоит из трех миллионов составных. И вы верите, что это могло произойти само по себе? Я в это не могу поверить. Но я верю, что Господь вдохнул в эту глиняную скульптуру Свой разум, и глина стала тем, чем ее хотел сделать Бог. Этот выдох произвел на свет душу живую. Внутренняя сущность человека устроена очень удивительно, но даже тело не менее удивительно. Годами позже Давид сказал, «Я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это». Для меня это очень красноречиво, потому что это делает божественное исцеление очень логичным. Если Святой Дух смог превратить глину в тело, то, конечно же, Он может исцелить любую болезнь и любой физический недостаток. В моем служении я всегда старался быть практичным. И хотя я никогда не сосредотачивался на служении исцеления, исцеления всегда происходили. Однажды я молился о человеке, у которого одна нога была на 6 см короче другой, и короткая нога отросла прямо у меня на глазах. И это происходило много раз. Один хирург как-то сказал мне, «Если бы ты знал с чистой физиологической стороны и какие процессы происходят при росте ноги, ты бы изумился». Мы видели, как открывались слепые глаза. В Пакистане мы молились за 60-летнюю женщину, которая родилась слепой. И Бог исцелил ее. Я не хочу на этом останавливаться, но просто поймите, что для меня это не теория. Это работает. Представим, если у вас ломаются часы, вы ведь не несете их к сапожнику. Вы несете их к часовщику. И когда что-то не в порядке с вашим телом, почему бы вам не обратиться к Создателю вашего тела? Я благодарен Богу за врачей и за всех, кто борется с болезнями. Я не хочу недооценивать их труд. Но над всеми врачами есть великий врач. Это наш Творец. Давайте теперь порассуждаем над этим более детально. Дух человека, данный ему свыше, и тело, вылепленное из земли, при слиянии образовались то, чего до этого не существовало, душу живую. Бог вложил в людей определенный потенциал. В нас есть частичка небесного и частичка земного. Все мы иногда переживаем, как одна часть нас рвется в небо, а другая рвется на землю. Платон описал это так. В колесницу человеческой души запряжены две лошади, белая и черная. Белая лошадь рвется вверх, а черная тянет вниз. В этом есть доля истины. Бог сотворил человека три единой личностью, состоящей из духа, данного свыше, души, образовавшейся при соединении духа и тела, и тела, вылепленного из глины. Теперь мы еще раз вернемся к языку оригинала. Если бы я не был философом или проповедником, я, скорее всего, стал бы лингвистом. Языки — это моя стихия. У арабов есть поговорка, которая гласит, что каждый язык — это личность. Наверняка вы заметили, что для того, чтобы понять, какой-то народ нужно выучить их язык. Если английский не является вашим родным языком, вы наверняка согласитесь со мной, что в вашем родном языке есть такие тонкости, которые вы не сможете выразить на английском. Слово, переведенное как «дух»… Я напишу на английском, чтобы всем было понятно. Итак, слово, переведенное как «дух» — это еврейское слово «руах». Душа на иврите «нефеш». Руах — несотворенный и животворящий. «Нефеш» — сотворен и зависим. Если вы откройте 1 Коринфянам 15 главу, вы увидите разницу между ними. Эта глава посвящена теме воскресения мертвых, но мы сейчас говорим о другом. В 1 Коринфянам 15, 45 Павел говорит, что первый человек, Адам, стал душою живущим — «нефеш». А последний Адам — есть дух животворящий. Заметили разницу? Дух дает жизнь, душа принимает жизнь. Дух существует сам по себе, а душа зависит от Бога. Вы можете улыбаться, но вы, наверное, помните, как я говорил, что в виврите звучание слов часто говорит о действии, которые они описывают. Представьте себе человека, представьте себе спящего человека. Он любит поспать, и во сне он издает такие звуки. Что это вам напоминает? Это зависимая душа, но руах постоянно выдыхает. Руах! Вы можете продолжать, насколько у вас хватит дыхания. Понимаете? Это наглядная иллюстрация различия. Теперь давайте перейдем к следующей печальной странице этой истории. Нелда, пожалуйста, вытрет и сможет дотянуться до верха. Спасибо. Сейчас я хочу нарисовать диаграмму, и это рисковое дело. Руф смеется с меня, потому что она знает, что графика — это не моя специализация. Но даже если у меня получится хороший рисунок, он не сможет точно отобразить невидимую духовную реальность. Но я хочу постараться показать вам взаимоотношения между духом, душой и телом. Начнем с наглядной иллюстрации, чтобы у вас было на что смотреть. Это у нас будет комбинация ветра и огня. Что это? Это Божий, Божий Дух, Руах. Мне трудно дотягиваться, но я надеюсь, вы сможете прочитать. Отсюда у нас происходит что-то вроде этого. Это у нас будет человеческий дух. «Дух» — это высшая часть человеческой природы. Павел начинает перечисление с духа, и затем душа, и потом тело. После духа у нас что? Угадайте, что это. Ну давайте же. Это будет у нас душа. И я разделил ее на три части, потому что, в общем, большинство учителей Библии согласны с тем, что душа состоит из воли, из разума и эмоций. А после души у нас... Что это? Правильно. Я знаю, что этот рисунок не идеален, но надеюсь, что он сможет помочь вам понять нашу тему. Теперь давайте рассмотрим трагедию грехопадения. Очень быстро. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Будьте настороже, когда дьявол задает вам вопросы». Но женщина по своей беспечности поступила очень немудро. Один мой знакомый проповедник как-то сказал, что Еве нужно было сказать так, «Порядочные девушки не разговаривают с подозрительными змеями в отсутствии своих мужей». Но она этого не сказала, хотя тогда могла бы получиться совсем другая развязка. Итак, жена сказала змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». И с тех пор тактика сатаны ничуть не изменилась. А зачем ему ее менять? Ведь она всегда срабатывает. Он всегда старается вначале подорвать нашу веру в Божье Слово. Он не атакует в лоб, а начинает с вопросов. Если ему удастся затянуть нас в свою игру, он начинает сеять в нас, во-первых, сомнения, во-вторых, неверие, и, в-третьих, что у нас будет третье? Какое действие? Непослушание, правильно. Если вы не раскаиваетесь в неверии, то оно приведет вас к непослушанию. Это работает как закон. Каждый раз сатана использует эту тактику против вас. Он не меняет ее, потому что она всегда срабатывает. Он погубил сотни миллионов жизней этими тремя простыми уловками. Так давайте продолжать. «И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». В тот самый момент, когда женщина посмотрела, она перешла из области веры в область чувств. Она поверила своим чувствам больше, чем Божьему Слову. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Помните три основных вида искушения, которые говорит Иоанн в своем первом послании? Похоть плоти, обжорство, похоть очей, услаждать взор, и гордость житейская. «Что сможет сделать меня умнее? Что сможет сделать меня мудрее?» Теперь заметьте, что сам мотив был совершенно нормальным. Стремление быть таким, как Бог, это замечательно. Знать добро и зло, это замечательно. В чем же был грех? Это очень важно понять. Грех был в желании стать независимыми от Бога. Сущность греха не в том, что мы все хотим делать зло, а в том, что мы хотим жить независимо от Бога. Никто и ничто во всей Вселенной не сможет стать окончательно независимым от Бога. Бог не допустит этого. Сейчас время благодати, но грядет день, когда все непокорное будет изгнано вон. Ему не найдется места ни на небе, ни на земле. Ему будет определена участь быть изгнанным во тьму внешнюю. Нам важно понять это. Если мы перестаем делать зло, это автоматически не означает, что проблема решена. Потому что в каждом потомке Адама есть нечто, не желающее зависеть от Бога. Но признайтесь честно, я ведь не один такой. Даже сейчас, после 50 лет жизни с Господом, когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, моя первая реакция всегда подумать, что мне делать. Но слава Богу, что я научился направлять себя и говорить, Господь, что мне делать? В Адаме и во всех его потомках есть нечто, что одним словом называется бунтарь. Внутри каждого из нас прячется бунтарь. Павел называет его ветхим человеком, ветхим Адамом. И любопытно, что Павел не называет ветхого человека ни евреем, ни язычником, ни католиком, ни язычником. Он один и тот же во всех нас. Существуют расовые и культурные отличия, но во всех нас сидит один и тот же бунтарь. Сатана, явившийся в образе змея, направил свою атаку не на дух, а на душу. И я лично убежден, что все битвы в нашей жизни, все проблемы в нашей жизни происходят на уровне души. Душа — это поле битвы. И мы не должны чувствовать вину, если мы с чем-то сражаемся в нашей жизни. Все святые во все времена проходили через одни и те же сражения. Это все посредствия грехопадения. Грехопадение. Поэтому не чувствуйте себя виноватыми. Не думайте, что вы плохой человек. Но вам придется научиться распознавать проделки дьявола и побеждать их. Сейчас я постараюсь очень примитивным образом нарисовать змея. Это у нас будет дьявол. Я рисую его в виде буквы «С», потому что его зовут Сатана. Итак, Сатана обходит дух стороной. Он всегда идет в обход установленного порядка. Он пошел не к мужу, а к жене, не к духу, а к душе. И начинает лгать. Если душа реагирует на ложь, то что-то происходит. Сатана разрывает наше прямое общение с Богом. Он искушает душу, душа поддается, и взаимоотношения с Богом разрываются. В этом суть грехопадения. А теперь мы вкратце рассмотрим последствия грехопадения в трех сферах. Я предлагаю вам мое понимание. Вы можете абсолютно свободно не соглашаться со мной и при этом даже попасть на небо. Прошу прощения. Как я понимаю, дух умер. Он был отрезан от единственного источника жизни, от Бога. В Бытие 2.17 Бог сказал мужчине. Заметьте, мужчине, а не женщине. А кто потом сказал женщине? Муж, правильно. Это была его работа. Итак, Бог говорит Адаму, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Физически Адам прожил 900 лет, но духовно он умер в тот момент, когда он ослушался Бога. Его дух был отрезан от Бога. Он превратился в нечто подобное электроприбору, севший батареей, который, хотя и продолжает работать, но постепенно останавливается. Сейчас мы прочитаем несколько стихов из послания к Ефесянам, сначала из 2 главы, и увидим, что говорит об этом Павел. Итак, к Ефесянам 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, мертвым не физически, а духовно, потому что наши преступления и грехи отделили нас от Бога». А в 4 главе, в 18 стихе, Павел говорит о состоянии невозрожденного человека. И он говорит, «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине своего невежества и ожесточения сердца их, мы были отчуждены, отделены от Божьей жизни из-за своего непослушания». И душа, как я понимаю, превратилась в заблудшего бунтаря. Завтра мы подробнее поговорим о том, что душа отвечает за принятие решений. Именно она говорит, «Это я буду, этого я не буду». Именно она должна спастись. Она должна сказать, «Я принимаю Иисуса», или сказать, «Оставьте меня в покое, я не хочу знать вашего Иисуса». Каждый человек без Христа является заблудшим бунтарем, бесцельно скитающимся в океане жизни. В Ефесянам 2, 2, 3 Павел говорит о наших грехах, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Что это за дух, действующий в сынах противления? Правильно. И он действует как дух в области человеческой души, между которыми и мы все, и евреи, и язычники, и католики, и протестанты, все мы были в одной лодке. Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и по природе были чадами гнева, как и прочее. Почему мы были чадами гнева? Потому что мы были сынами непослушания. И в Ефесянам 4, 22, Павел говорит о переменах, которые должны произойти в нашем теле. «Эти перемены должны произойти после того, как мы принимаем Христа». И таки в Ефесянам 4, 22, «отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». «Тление» — это ключевое слово, описывающее физическое состояние невозрожденного человека. Мы подвержены тлению, ветшанию, которое в конце концов приводит к физической смерти. И хотя в русском переводе говорится «в обольстительных похотях», греческий оригинал говорит «в похотях обольщения». «Как сатана осуществил наше грехопадение через обольщение». И дальше, в 24 стихе, Павел противопоставляет этому «и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Обольщение приносит ление, а истина приносит святость. А теперь мы переходим к... Я кое-что упустил. Как я понимаю, Бог никогда не переставал заботиться об Адаме и его потомках. Это восхитительно. В Якове 4, 5 стихе, говорится, «Я прочитаю из нового американского стандарта Библии, и я верю, что это очень удачный перевод». Говорится, «Бог ревностно жаждет Духа, которого Он вселил в нас». Бог вдохнул в нас частичку самого Себя, и Он не собирается ее терять. Он не сказал ей, «Прощай, я покидаю тебя». Тысячи лет Он ревностно трудился над восстановлением взаимоотношений с этим Духом. В Луки, 9, 10 стихе, Иисус сказал нам, что Он пришел взыскать и спасти погибшие. Он ищет то, что Бог вложил в человека, то, что было отделено, отрезано и увлечено бунтом. Бог хочет спасти это и отыскать это. Перед объявлением смертного приговора Иисусу, первосвященник произнес пророчество, сам того не ведая, что лучше одному умереть за весь народ и собрать воедино рассеянных чад Божьих. Я верю, что эти слова описывают страстное желание Бога вернуть к Себе рассеянных и заблудших. Иисус пришел на землю именно ради этого. В первом послании Коринфянам, 15 главе, содержится удивительное откровение. Первое Коринфянам, 15 глава. Мы снова возвращаемся к стиху, который мы уже читали. Первое Коринфянам, 15, 45. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. И в 47 стихе. Первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба. У Иисуса есть два титула, и очень важно расставить их в правильном порядке, что не у многих получается. Во-первых, Он назван последним Адамом. Не вторым, а последним. Духовно Он стал концом злого наследия Адама. Когда Иисус умер на кресте и был погребен, в нем было погребено все это зло, все это зло и наследие. Он стал последним Адамом. Он уничтожил грех, принеся себя в жертву. И когда на третий день Он воскрес, Он стал вторым человеком, новым типом человека, главой абсолютно новой расы, которой раньше не существовало, расы Бога-человека, расы, в которой Бог и человек слились вместе, образовав новую сущность. Петр говорит о христианах так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. То есть, через воскресение Иисуса Христа мы получаем возрождение от греха и от смерти и становимся людьми новой расы, главой которой является Иисус. Иисус, который был возрожден из мертвых, как говорится в Колосся на первой главе. В родах голова всегда выходит первой, и за ней следует тело. Мы — часть Его тела, часть новой расы, через веру в Его смерть и воскресение. А теперь, в заключении, мы на несколько мгновений посмотрим на новое творение, и нас ждет славное откровение. Во 2 Коринфянам 5, 17 Павел говорит, «Кто во Христе, тот новая тварь». Все старое прошло, и теперь все новое. И это все от Бога. В этом новом творении все от Бога. Оно совершенно новое. Бог не латает нас, не ремонтирует, не усовершенствует. Он создает новое творение во Христе. Только Бог может сделать это, потому что Он творец. В Иоанна 20 главе это очень ярко проиллюстрировано для нас. Иисус является Своим ученикам после Своего воскресения. Мы читаем с 19 стиха. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, из-за опасения от иудеев, пришел Иисус, и став посреди них, и говорит им, «Мир вам!» «И сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. И сказав это, Он дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Эти слова можно еще перевести как «Примите Святое Дыхание». Это был Святой Дух, но Иисус вдохнул его в них. Ветхий человек является подделкой нового. Воскресший Спаситель, Победоносный Христос, является Своим ученикам и вдыхает в них совершенно новый вид жизни. Жизнь в победе над грехом, над смертью, над адом, над могилом и над сатаной. Это полностью победоносная жизнь. Вот что значит родиться свыше. Это значит встретиться с Воскресшим Иисусом Христом и принять от Него Божественную, Вечную, Воскресшую жизнь. Вы можете сказать «Аминь» на все это? В этот момент ученики перешли из Ветхозаветного в Новозаветное спасение. Ветхозаветное спасение взирало в будущее, а Новозаветное спасение смотрит в прошлое, на совершенный исторический факт. В Римлянах 10.9 говорится, что для того, чтобы спастись, нужно делать две вещи. Исповедовать Иисуса Господом и верить, что Бог воскресил Его из мертвых. До этого ученики исповедовали Иисуса Господом, а теперь они уверовали, поверили, что Бог воскресил Его из мертвых, и вошли в Новозаветное спасение через духовное возрождение. И Петр говорит о том же самом ниже, в этой же главе, в 23 стихе, что мы возродились от Слова Божьего. А Иоанн, цитируя слова Иисуса, говорит, «Должно вам родиться свыше. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Вот что такое рождение свыше. Я верю, что когда мы, христиане, по-настоящему поймем, что значит родиться свыше, мы перевернем этот мир с ног на голову. Мы еще не понимаем, что находится у нас в руках. Мы повстречались с воскресшим, победившим Христом. Он открылся нам. Он дал нам божественную жизнь. Мы родились от вечного нетленного Слова Божьего и Духа Святого Божьего. Внутри нас бесконечная, нетленная, непобедимая жизнь. И я хочу завершить эту тему с рассмотрения потрясающего откровения в 1 Иоанна 5 главе. Но сначала 1 Иоанна 3 глава 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Имеется в виду, что не я никогда не согрешу, а жизнь, которая во мне, Божья жизнь. Грешу я или не грешу, зависит от того, позволяю ли я этой жизни контролировать меня. Но сама эта жизнь во мне не может грешить. И в 1 Иоанна 5, 4 говорится, что «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Сияй, есть победа, победившая мир, вера наша. Через возрождение мы получаем божественную, нетленную, непобедимую жизнь. Скажите, «Благодарю тебя, Господь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова For further information and a complete list of cassettes and books, contact the Derek Prince Ministries office nearest you. Редактор субтитров А.Семкин